Доброе утро, мои хорошие! Я проснулась, время 9 часов, я встала в 6, мне резко стало так холодно. Пошла искать одеяло, нашла в бабушкиной комнате, оказывается, утром совсем рано. Здесь бывает безумно холодно, я даже не учла этот момент. Спала я хорошо на самом деле. Или встала под кукареканье петухов и муканье коров. С одной стороны, так приятно, свежий воздух. Ничего не надо делать, просто отдыхаешь, смотришь на картины, не знаешь, кто это. Кстати, помните, я на мукбанке вам рассказывала, что у нас висят фотографии непонятно кого. Сейчас вам покажу, что за картины. Офигеете! Вот это, например, я знаю, это бабушка и мой дед. Мой дед был врачом и на 13 лет старше моей бабушки. Врачом в 8 деревнях и очень уважаемым человеком, очень грамотным. Папа очень всегда гордился дедом. Вот мой дедушка любимый. Но я его, к сожалению, никогда не видела. Когда я родилась, он уже давным-давно умер. Вот, кстати, умер от рака, а это бабушка в молодости. Это мы не знаем, кто такая, если бы мы знали, но мы не знаем, кто это такая. Но фотографии висит. И вот это вот я спрашивала у бабушки, кто эти молодые люди. Бабушка сказала, что она тоже не знает. Но эта фотография висит, наверное, лет 30-40 у нас в комнате. Твиксёнок! Твикс! Смотрите, какой сладкий. Уже ему не страстно. Когда трактор едет, он уже не боится. Когда собака приходит, он здоровается. Ему здесь очень понравилось. И вроде как он адаптировался. Просто корм надо кушать сразу, твикс. А то муравьи нападают. И всё есть невозможно становится. А здесь надо быть аккуратнее, потому что здесь осы. Твикс с осами не надо тут догонялки устраивать. Погода отличная. Сейчас пойду умываться. Они уже здесь умылись. Одела вот это платьишко. Закрас вам дать для деревни. Для деревни просто топ. Удобное, в нём не жарко. Шин рулит. Вот. Сейчас пойдём умываться. Кстати, я вам показывала. Вот такую вот штуку покупала для умывания. Точнее, для снятия макияжа. А она, оказывается, чёрная. Вчера затестила. Вроде как хорошо снимает макияж. Но немножко то, что она чёрная, меня смущает. Холиканьео. Холиканьео пьёт твою воду из ведра. Твикс! Мамень Твикс! У тебя же есть своя водичка. Зачем ты пьёшь из ведра? Смотрите, какой у него этот способ. Ну что, мои хорошие. Второй день моего отдыха в деревне. Здесь очень много муравьёв. Каждый раз, когда я своему коту оставляю поесть, налетают муравьи. И после этого котик это не ест. Ну, понятное дело, не ешь и вместе с муравьями. Я даже не знаю, куда положить ему корм, чтобы муравьи не нашли. Или, возможно, в какую-то герметичную упаковку. Но если в какую-то герметичную упаковку это класть, то как это будет кушать Твикс? Он у нас только наверху сидит. Так что как-то так. На улице погода хорошая. Сегодня мы были в гостях у наших соседей. У него случился инфаркт, у нашего соседа. Поэтому мы решили его проведать. Бабушка собиралась одна идти туда. Я сказала, зачем ты будешь идти одна? Ты пожилой человек. Я пойду с тобой. Вот. И мы вместе пошли, посидели, попили чай. Естественно, сразу вытаскивать камеру и показывать, как они живут. Я не стала. Но сегодня вечером мы пойдем к нашей знакомой, которая со вчерашнего дня звонит маме и говорит, ну, когда же вы придете? Ну, когда? Не обращайте внимания на посторонние звуки. Это просто камазы едут туда-сюда. У нас просто один из соседей начал строить дом. И не только. Иногда лошади там с сеном и все дела. Поэтому посторонний шум здесь обычное дело. Но мой котик это пока что не понимает. Я абсолютно без макияжа. И мне так комфортно, так классно без мейка. Но все равно вечером я как бы мою лицо и немного тушь нанесла. В общем, завтра мы едем к моей тете. Я вам обязательно поснимаю влог. А сегодня вечером к знакомой, которая живет прямо в этой же деревне. Эти занавески у нас прямо аж с Саратова. Дерево. Это я просто на втором этаже. Как раз таки фундук. Вчера здесь разводили костер. Очень много здесь всегда бывает змей. Поэтому я очкую сюда приближаться. А это наши соседи и деревня в целом. Ветерочек такой приятный, дует. Погода классная. Если бы не эти насекомые, то прям я бы здесь осталась надолго. В общем, вот так вот это все выглядит. Муравьи повсюду просто. Сейчас по мне ползают. И дурачок не успевает покушать. Надо ему насыпать прям чуть-чуть. Самую малость. Всю жизнь всегда боялась лошадей. Мы уже в путь. Сначала в гости к нашей знакомой, а затем уже на участок. Кстати, я никогда не была в этом участке. Хотя там полтора гектара земли. И родители уже два года туда вкладываются. Какие два года? А, ну да, больше. Короче, родители вкладывают силы, терпение, нервы. В материальном плане вкладываются. Чтобы этот участок уже начал давать прибыль. Но, к сожалению, что-то никак. Меня совершенно, кстати, не видно. Видит какой-то мужчина. Ну, в общем. Короче, потом пойдем туда. Я там никогда не была. Мне самой тоже интересно посмотреть. На самом деле, я никогда там не была. Представляешь, мам? Да. Даже не знаю, как будет. Поэтому предлагаю пойти. Да, сначала в гости, а затем туда. А это огурцы нашей соседки. Вот важная информация для вас. Как вы будете жить без этой информации, я не знаю. Но как-то так. Здесь оборвался какой-то шнур непонятный. Это, видимо, с этого столба. Аккуратно переходи. Да, я аккуратно перехожу. Вот так вот. Раньше, кстати, все дома строили из такого кирпича самодельного. Его делали из песка, да? Нет. Или из земли? Из глины. А, из глины. И дома тоже были вот такие глиняные. Сейчас уже все перешли на кубик. В глину добавляли солому. Ага. Перемешивали. И вот такие кирпичи. Ну, это не очень прочно по мне, да? Ну, дом из этого материала. Зимой теплый он получается, а летом прохладно в ней. О, как интересно. Как интересно, вы слышали об этом. Аку-ку-ку-ку, да? Бесплатно. Ты думаешь, что кому дарит? Ну, в общем, материал хороший, поняли, да? И бесплатно, самое главное. Сам состряпал себе кирпичов. И все. Живешь себе. И лампом. Только мы пришли на свой участок и увидели, как наша соседка со своей коровой выбегает из нашего участка. Какой ужас, а? Ну, как можно доверять таким людям? Когда нас нету, то есть из-за того, что мы в Баку, они пользуются случаем, приводят своих коров, есть траву и есть наши деревья, которые мы сажаем, поливаем и так далее. Ну, что за бессовестность? Ужас. Я, честно, в шоке от людей. Мама говорит, не нервничай. Ну, просто люди реально бессовестные некоторые. Прям сосед рядом. Ему бы было приятно, если бы в его участок пустили бы корову, и эта корова твой труд просто кушала бы. Как ему понравилось бы это или нет? Ужас, честно. Мама говорит, не нервничай, ничего не говори. Ну, просто по-хорошему люди реально не понимают. Ты сажаешь деревья, ты поливаешь, ты удобряешь, платишь деньги за всё это, а они просто пускают свою корову, и корова ест твои деревья. Вот бессовестные. Вот как увидели нас, сразу побежали убирать корову оттуда. Ну, на самом деле так, да? И что, я не увидела, что ли, это? Я приезжаю сюда в год два-три раза, и из-за этого можно вот так вот делать. А вот мы уже дошли нам сюда. Такое место странное, как обрыв. Непонятно, кстати, они дома или нет. Смотрите, какого сладкого я нашла здесь. Смотрите, какая ладость, сладость, 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 сладость. С такими носками. Смотрите, что я нашла. Точнее, не нашла, а нам пригнали. Смотрите, какой дом здесь строят классный. Не знаю, чей, но мне он нравится по дизайну. Необычный, обычно такой не строят. В общем, я ем по дороге. Не знаю, будет ли вам интересно или нет, но вот так вот выглядят гектары земель людей, которые сажают что-то. А там уже идут орешки. Огромные участки. Здесь идёт маме и за ней я. Мы ещё не прошли полпути к месту нашему. Погода супер просто. Можно сделать пару фотографий с кустиками или с деревьями. В общем, настроение у меня немножко испортилось. Я поняла, что всё-таки деревенский труд – это дело непростое. Со всеми найти общий язык. Каждый имеет своё воспитание, восприятие мира. Не все люди этичные, умные, так скажем. Вот если ты не хочешь, чтобы по отношению к тебе так поступали, например, не поступай, и ты тоже по отношению к другим, к соседям. Вот. И вот такие неприятные моменты, конечно, в деревне тоже есть. Поэтому так. Но это деревня, в которой я родилась. Да, маме? Я здесь ещё родилась. Поэтому каждый раз, когда я приезжаю сюда, какие бы неприятные впечатления не были, это место для меня очень родной. Мам, там собака. Собака. Я боюсь собак, которые именно здесь. Они кусаются. А это канал, который разделяет две деревни. Такой вот у нас закат. Как говорит Ольга Бузова, мои закаты. Мой канал. Моя деревня. Ой, сколько мусора люди накидали здесь. Мама завела меня в какие-то кусты. И говорит, как ты думаешь, где наш участок? Я даже не знаю, где. Но здесь вроде очень аккуратно посажены деревья. Вроде как здесь, да, мам? Да, здесь. Ого, какой большой участок. Как классно. Только бы не встретить здесь змей и каких-то непонятных насекомых. Вот как растут орешки. Покажи. Я у нас во дворе показывала. Сейчас тоже вам покажу. Вот орешки. Хорошо плод принесли. Просто в этом году очень много ветров было. Поэтому на больших деревьях даже особо... Давайте похвастаемся. Да, да, да. Аккуратно. Урожаем. Посмотрите, сколько. Большие деревья, к сожалению, не могут похвастаться таким урожаем, так как были ветры и задевая друга в дружку. Много чего выпало. Легко их собирать, мам? Да. Столько пути мы уже прошли. Там даже не видно начало. И ещё столько пути нам предстоит пройти. И там дорога. Деревья наши. О, смотри, на этих деревьях мало. Как будто... Я на всех ходил по-разному, да? А, по-разному, ладно. Ну всё, мы уже дома. Пьём чаёчек здесь с мамой. Мама так резко на меня посмотрела. В общем, сходили. Впечатления у меня просто обалденные. Увидела впервые эти участки, о которых очень много слышала. Мало того, что я просто слышала о них, я много ещё и вам рассказывала про это. Наконец-то и я, и вы это увидели. Прям вообще. Мама молодец. Мама, потому что куратор этого проекта, на самом деле, очень много труда, сил и времени вложила. Я, наверное, больше материально вложилась. Мама физически. Вот. И видно, что действительно сделано от души. На этом буду уже, наверное, завершать наш влог. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, что всё это было вам интересным. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь. Пока. Смотря какой фабрик, смотря сколько details. Я сейчас видела это видео, блин. Такие эти дуэты снимают люди. Прям угаш. В общем, мы идём спать. Мам, сегодня будем сжечь ос? Вчера мы планировали. Да, да. О, сегодня будет вечеринка. Я вам покажу. Сейчас твикса. Твикса позови сюда. Твикс, 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 сына, иди сюда. Иди сюда, придурок. Тут свет включи, да? Свет, сейчас. Ты меня не снимай. Постараюсь. Как бы пожар не создать тут. Ну ты постарайся. Аккуратней, мам, аккуратней. Они все падают. Мам, они могут тебя ужалить. Да, 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 да. Это ужас. Убивай их за навески и не сожги. А сколько их тут ужас. Может, мне помочь спуститься? Места, чтобы снимать. Твикс, иди в задницу. Операция. О, они, мам, еще тут. Я боюсь. Извини. Извини. Извини.